Всем привет! Меня зовут Алексей Надежин. Уже много лет я тестирую лампочки в проекте LampTest.ru и батарейки в проекте BatteryTest.ru. Я разработал простейший прибор для тестирования батареек. Идея в том, что нет никаких органов управления, нет никаких настроек, не требуется подключение к компьютеру, не требуется ничего. Достаточно просто взять батарейку, поставить ее в прибор, подождать некоторое время и получить результат. При запуске появляется заставка и предложение подключить нагрузочный резистор, он сейчас уже подключен, и батарейку или аккумулятор. Устанавливаю батарейку. Показывается время теста, напряжение на батарейке, разрядный ток и накопленная энергия в милливатт-часах сверху, в миллиампер-часах снизу. Тест продолжается достаточно долго. В зависимости от номинала резистора и от батарейки, это может быть от двух часов до суток и даже больше. Вообще прибор может работать до тысячи часов. Это, если не ошибаюсь, 45 и в суток. Когда тест заканчивается, то есть когда напряжение становится меньше, в данном случае 0,9 Вольта, происходит следующее. Сейчас я просто отключу батарейку, чтобы увидели. Вот показывается дохлая батарейка. Батарейка сдохла. И итог. В данном случае он небольшой, потому что я прерывал тест. 7 милливатт-часов энергии, 5 милампер-часов емкость. И процесс занял 50 секунд. Прибор не только выводит информацию на экран, но и передает ее на компьютер, если подключить его к компьютеру. Каждые 5 секунд передаются все данные, и потом эти данные можно взять, вставить в тот же Excel и построить, к примеру, вот такой график. Как устроим прибор? Все очень просто. Используется самая дешевая плата D1 Mini. Вот она. Монитор напряжения и тока INA226. Вот он. Улет-экранчик. Ну и здесь сделано еще питание от аккумулятора, поэтому помимо самого аккумулятора есть плата заряда и защиты, и маленькая плата преобразования напряжения аккумулятора в 3,3 вольта, которые требуются микроконтроллеру и остальным компонентам. Ну и выключатель. Прибор сделан максимально простым, чтобы его можно максимально просто повторить. То есть можно купить все детали на Алиэкспресс и сделать себе точно такой же. Почему сделаны вот эти клеммы? Для того, чтобы все было сменным. Сменный нагрузочный резистор. В данном случае сейчас стоит, если не ошибаюсь, 5,1 Ом. Это для теста на самом деле батареек 3А. Можно поставить 3,9 Ом для батареек 2А. Можно поставить 12 Ом для более долгого теста, чтобы определить максимальную емкость батарейки. Можно поставить резистор 1 кОм для того, чтобы тестировать батарейки 2032, к примеру. Держатель батареи тоже съемный. И можно подключить... Вот сейчас подключен для 2А. Есть вариант для 3А. Есть вариант для батареек крона. А также можно подключить вот такой вот держатель, в который можно поставить и батарейки CR. CR2032, CR2022 и так далее. И маленькие батарейки-таблетки. Всякие LR44 и даже малюсенькие батарейки для слуховых аппаратов. Все что угодно. Тут нажимается, пружина хорошая. И все это работает. Прибор поддерживает токи от 1 мА до 800 мА токи разряда. Напряжение до 15 Вольт. Поэтому это могут быть и низковольтные батарейки, вот полуторавольтовые, и высоковольтные, та же крона. Можно, конечно, тестировать и аккумуляторы, но есть одна проблема. Дело в том, что здесь нагрузка, то есть нагрузочный резистор всегда подключен к батарейке. Соответственно, если батарейка садится в ноль, в этом ничего страшного все равно ее выкидывать. А вот с аккумулятором все сложнее. И если тест закончится, а вы не вынете аккумулятор, то он переразрядится и может просто испортиться. Поэтому тестировать аккумуляторы можно, но при том условии, что в момент окончания теста вы его отследите и сразу же аккумулятор отключите. Возможно, я сделаю отдельную версию для аккумуляторов, в которой будет реле, отключающий аккумулятор после теста. Вообще, на самом деле, это первая рабоспособная версия. Я ее долго отлаживал. На самом деле, более полугода у меня ушло на создание этого прибора. Сейчас здесь учтены абсолютно все нюансы. Вот все, что может быть. И при слишком большом напряжении вводится сообщение, что напряжение слишком большое. И если отвалилась плата, и на 226 прибор сообщит. Если нет нагрузочного резистора, сообщит. В общем, на все случаи жизни. Программа написана так, что нет ни одной нештатной ситуации, про которую она не знает и которую она не может обойти. Но это только первая версия. На самом деле, я бы хотел сюда добавить еще много чего. Первое, что нужно будет сделать, нужно будет сделать калибровку, потому что в модуле INO для измерения тока используется резистор 0,1 Ом. Я не знаю, какие резисторы китайцы туда ставят с допуском в 1%, а может быть и 5%. Поэтому измерение тока может быть не очень точным. И желательно его калибровать. Напряжение INO 226 меряет хорошо. То есть, это где-то ошибка может быть в третьем знаке после запятой. А вот с ток, ток зависит от резистора. Поэтому первым делом я буду делать калибровку. Можно будет подключить внешний источник напряжения, подключить хороший мультиметр, который показывает ток, и выставить кнопочками, чтобы ток совпадал с тем, что показывает мультиметр. Точно так же для напряжения тоже будет калибровка на всякий случай. То есть, тоже можно будет его подстроить. Я не хочу сейчас много всего говорить в видео, потому что есть статья, в которой я описал все-все-все нюансы. Скажу только одно, что, к сожалению, вот эти модули INO 226 бывают на Алиэкспрессе плохие. То есть, там ставят либо эти микросхемы поддельные, хотя, скорее всего, просто отбраковка. И они неправильно измеряют и напряжение и ток. То есть, достаточно большая ошибка. Видимо, там какие-то проблемы с источником опорного напряжения внутри. Я об это дело обжегся и не раз. И пытался заказывать более дорогие модули INO 231, которые по точности, в принципе, такие же. Там получишь разводка платы сделана, и он в два раза дороже. Этот стоит около 100 рублей, этот больше 200 рублей. К сожалению, INO 231 мне тоже попадался один бракованный, который неправильно показывал и напряжение, и ток, причем сильно неправильно. Нашел я магазин на Алиэкспрессе, в котором эти модули нормальные. Вот я уже больше 10 штук заказал. И, в общем, все хорошие. Все ссылки я отдаю на страницу проекта. Адрес этой страницы есть в описании к видео. И есть в статье про прибор, где я рассказал о всех-всех-всех нюансах. Еще я планирую добавить поддержку microSD-карты, чтобы сохранять на нее данные без всякого компьютера. Ну и микроконтроллер, который здесь используется, оснащен Wi-Fi. Поэтому, может быть, со временем сделаю передачу данных по Wi-Fi. Может быть, на FTP-север, может быть, куда-то еще. Вот пока, на самом деле, не придумал. Ну, посмотрим. И прошивка, и исходный текст доступны для всех желающих при условии некоммерческого использования. Если вы захотите что-то добавить, что-то улучшить в программу, ну, добро пожаловать. Я буду только рад. Сообщите только мне про это дело. А еще, если вы хотите заняться тестированием батареек, и такие энтузиасты будут, то, во-первых, я готов бесплатно предоставить такой прибор. А во-вторых, я думаю, что будем делать на батаретесте тогда народный раздел, чтобы туда попадали те данные, которые пришлют обладатели таких приборчиков, которые захотят сами тестировать различные батарейки. Подробнее читайте в статье. Ссылка будет тоже в описании. Надеюсь, вам все это было интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.